Монастыри на Руси всегда были не только местами молитвы и уединения, но и центрами культуры, просвещения и сохранения исторической памяти народа, играя огромную роль в жизни общества и воспитании молодежи. Следуя давним традициям, Успенский мужской монастырь Новомосковский уже несколько десятилетий уделяет значительное внимание духовному кормлению юных прихожан, помогая им расти здоровыми телом и духом. Очередной вехой в этом служении стала реализация в обители Пресвятой Богородицы авторской учебной программы военно-исторической и культурной реконструкции «Историческое и ролевое моделирование». Сама по себе мысль на основе Свято-Успенского мужского монастыря заняться военно-историческим моделированием и, возможно, впоследствии, если Бог даст, военно-исторической реконструкции, родилась такая совместная идея, что можно попробовать что-то подобное сделать здесь на базе кадетского класса. Посовещавшись, обдумав, составив небольшую программу, мы, скажем так, родили этот проект, создали его из ничего. Проект в чем-то авторский, в чем-то, возможно, соответственно, невозможно, заимствующий элементы у других клубов военно-исторической реконструкции, у педагогов, которые занимаются подобными типами развития молодежи. Вот, чтобы охватить самую такую вот юношескую аудиторию подрастающую, возникла идея кадетского класса. Это пока это некий кружок внутри воскресной школы, но тематически разделяется на три направления. Это, опять же, изучение истории родного края, краеведения и изучение игровым методом. То есть, когда дети своими руками могут делать некоторые элементы бытовые или военные, и в этом изготовлении они изучают как теорию, так и какое-нибудь прикладное ремесло. Конечно, жалко наблюдать последние тенденции, которые сводятся только к тому, что ребенок, юноша или девушка только нежно обнимают свои смартфоны. Вот, и поэтому хотелось бы современной тенденции противопоставить древнюю хорошую традицию. Что-то доброе, хорошее уметь делать своими руками. Изданно на Руси существовали элементы всесторонней духовно-атлетической подготовки юношей и девушек. Программа клуба «Наследие» служит развитию этих качеств, а также позволяет минимизировать пробелы в краеведческих знаниях. В принципе, всей этой тематикой могут заниматься также и девочки, и дети. Как видели на нашем примере, что могу даже это я, при моем небольшом росте и весе, владение достаточно даже тяжелыми видами оборудования, это не то чтобы легко, но научиться возможно. Учитывая весь наш нынешний современный мир и по какой-то причине закрытия разных кружков, кружки для детей сейчас очень обязательно и необходимы для развития, для понимания, для социализации. Сегодня мы были на интересных занятиях и рассматривали древние оружия, которыми пользовались наши предки. Мне очень понравилось. Я сидела с моей подругой Алсу, и нам показывали разоружение, как Алсу уже сказала, и мне больше всего понравилась эта палочка. И мне больше всего понравилась эта палочка. И мне больше всего понравилась эта палочка.